Привет, снова в эфире канал Девайс. Сейчас я представлю топ-7 лучших изогнутых мониторов в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа я поставил 27-дюймовый игровой моник ASRock Phantom Gaming. В магазинах его можно найти по цене в районе 26 тысяч рублей. Кстати, совсем недавно цена была на десятку выше. У этого монитора панель VA со всеми вытекающими плюсами и минусами. Есть пара слабеньких динамиков, что неудивительно с полным отсутствием басов. ASRock Phantom Gaming отличается большим запасом яркости и контрастности, быстрым откликом, глубоким черным цветом, поддержкой HDR400 и AMD FreeSync Premium. Разрешение 2К и частоты обновления экрана до 165 Гц. Радиус кривизны 1500р. Один из самых популярных вариантов среди геймеров. В минусы можно записать хронические болезни матрицы VA и отсутствие USB-портов. Зато есть по два HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, миниджек 3,5 мм для наушников и бонус в виде антенны для Wi-Fi. Да, минусом может стать массивная ножка. На чересчур узком компьютерном столе для нее может попросту не найтись места. Но есть и плюс, подставка поворотная и регулируется по всем направлениям. Подпишись на канал Device, поставь лайк под видео, если интересуешься компьютерным железом. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Второе место досталось навороченному геймерскому Monique G8 из линейки Samsung Odyssey. За него придется выложить около 110 тысяч рублей. Большая часть стоимости приходится на отличную OLED-панель с большой диагональю 34 дюйма. Samsung Odyssey Ultra Wide Monitor с соотношением сторон 21 к 9 и радиусом кривизны 1800р. Тоже достаточно популярный вариант среди геймеров. Monique от Samsung поддерживает разрешение UWQHD и игровую частоту 175 Гц при подключении через DisplayPort. По HDMI максимум 144, но тоже неплохо. Также поддерживается AMD FreeSync и HDR10+. Есть пара портов USB 3.1 Gen1 типа C. В целом обалденный монитор по всем параметрам. Стоит дороговато, но он того стоит, простите за тавтологию. Кстати, относительно недавно его можно было взять не дешевле 125. На пятнашку цена снизилась. Да, чуть не забыл, есть пара встроенных 5-ваттных динамиков на случай всяких непредвиденных ситуаций. Качество звучания, естественно, так себе. Хотя чего еще можно ждать от встроенной акустики? Если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, задавай вопросы, делись своим мнением, общайся с другими пользователями. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если интересуешься компьютерным железом. Третье место досталось еще одному геймерскому девайсу с разрешением Ultra Wide Full HD и с соотношением сторон 21 к 9 30-дюймовому Monique Xiaomi Curved Gaming Monitor. Его можно купить примерно за 27 тысяч рублей. Матрица VA, а значит немного проявляется гостинг, но не критично. Быстрый отклик, кстати, настраиваемый. Можно выставить 1, 2, 3 или 4 миллисекунды. А еще этот Monique единственный в сегодняшнем топе с потрясающей высокой герцовкой до 200 Гц. Что еще? Два разъема HDMI, один дисплейпорт и миниджек 3,5 мм по душе. USB, увы, нет. Радиус кривизны 1800R, так же, как у Samsung со второго места. В общем, достойный монитор для гейминга. Загляни в мой телеграм-канал, там ты найдешь обзоры, сравнения и рейтинги железа. А еще уникальные промокоды для выгодных покупок. Ссылку на канал ты найдешь в описании под видео. Подписывайся! На четвертое место топа я определил игровой 27-дюймовый монитор Thunder Robot стоимостью порядка 25 тысяч рублей. Эта модель с разрешением Full HD и ходовым радиусом кривизны 1500R отличается фантастически высокой герцовкой до 240 Гц. Также в плюсы Thunder Robot запишу поддержку синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, регулируемую ножку и удобный джойстик на панели управления, очень быстрый отклик, счетчик FPS и экранный прицел. Ну и вишенкой на торте пара встроенных динамиков. Не то чтобы они особо нужны, но пусть будут мало ли что. Пятое место рейтинга досталось 32-дюймовому игровому монитору Philips EVNES матрицей VA. Ходовым радиусом кривизны 1500R, временем отклика 1 мс, разрешением 2К и частотой обновления экрана до 165 Гц. В магазинах этот геймерский девайс можно купить по цене в районе 27 тысяч рублей. Philips EVNES поддерживает HDR10 и Adaptive Sync. Отличается привлекательным дизайном, качественной сборкой, низким энергопотреблением и удобным джойстиком на панели управления. Из разъемов есть по паре HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, DVI и Minijack 3.5 мм для наушников. Портов USB нет, встроенных динамиков тоже. Ну и невелика потеря. В целом достойный 32-дюймовый моник с разрешением 2К и частотой 165 Гц. На шестое место сегодняшнего топа я определил еще один Thunder Robot стоимостью около 24 тысяч рублей. Диагональ у этого моника 32 дюйма, радиус кривизны 1500R. Сравню его, пожалуй, с 27-дюймовой моделью с четвертой позицией рейтинга. Цена у этих геймерских девайсов плюс-минус одинаковая, а вот параметры отличаются очень сильно. И не только диагональ. Чем лучше 32-дюймовая модель? Она поддерживает более высокое максимальное разрешение 2К против Full HD. Ну и в принципе все. Разве что упомянуть еще раз большую диагональ, но про нее я уже говорил. Другие различия. У 32-дюймового Thunder Robot максимальная частота обновления 165 Гц против 240 и вдвое больше потребляемая мощность. Впрочем, это и неудивительно. В целом же этот Thunder Robot вполне достойный игровой монитор за свою цену. С качественной сборкой, приличной картинкой и востребованным радиусом кривизны экрана. Да, чуть не забыл, у этой модели 1 HDMI, 2 DisplayPort и аналоговый аудиоразъем для наушников. USB портов нет. И на последнем, седьмом месте сегодняшнего рейтинга оказался бюджетный 24-дюймовый игровой монитор ED240Q из линейки Acer Nitro. В магазинах эту модель можно купить примерно за 17 тысяч рублей. У этого Monika ходовой радиус кривизны 1500R. Девайс поддерживает разрешение Full HD с частотой обновления экрана от 48 до 165 Гц. Матрица VA со всеми ее плюсами и минусами. Соотношение сторон типовое 16 к 9. Картинка нормальная, поддерживается HDR10 и FreeSync. На большой запас яркости можно не рассчитывать. На качество встроенных динамиков тоже. На полную громкость их не выкрутишь, потому что слушать невозможно, а на 56% звучат довольно тихо. О басах, вернее, об их отсутствии, я уже и не говорю. Это само собой разумеется. Откуда им тут взяться? Что еще? Время отклика оставляет желать лучшего. Есть пара разъемов HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиоразъем под наушники. Но в целом нормальный бюджетный монитор как минимум качество цене соответствует. Если нужно что-то получше, то и обойдется оно дороже. Как-то так. Ну вот и все, пора закругляться. Выпуск о лучших изогнутых мониках подходит к концу. Если есть вопросы, можешь задать их в комментариях. И не забудь лайкнуть видео, если оно показалось тебе интересным. Заодно и на канал подпишись, здесь всегда свежая инфа по компьютерному железу. Ссылки на все мониторы из этого топа ты найдешь в описании. А в телеграм-канале тебя ждут уникальные промокоды для выгодных покупок. До встречи в следующем выпуске!